который будет здесь выступать. Так, лекция называется Гренландские киты. Истории и проблемы. Это проект по подводной съемке Гренландских китов. Это экспедиция на Шантарские острова. История китобойного промысла. Современные проблемы китов. И немного о сменении. Сегодняшний спикер, который будет выступать с этой увлекательной реакцией. Это фотограф тика природы, который специализируется на подводных проектах повышенной сложности с крупными животными. Медведи, киты, акулы, слоны, крокодилы и другие. Также выступают в защите морских векопитающих способностей в вопросе отковок осадок в России для содержания неволи и продажи за границу. Победитель был ряд многочисленных международных конкурсов тики природы. Nature Photographer of the Year, Золотая черепаха, Underwater Photographer of the Year, Тики природы России, National Geographic Russia, Sony Awards, GDT Irving Wildlife Photographer, Siena International Photo Awards, Самая красивая страна Российского Географического общества и множество других. Друзья, встречайте, Михаил Коростылёв. Слышно? Да, добрый день. Тема на самом деле давно уже поменялась, но это не важно. Сегодня мы будем действительно разговаривать о китах, о том, какие они красивые, как с ними можно пообщаться, какие у них проблемы существуют в современном мире и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы пока все еще может собираются, подходят, я запущу небольшой ролик, о котором просто насобирал кадры из съемок нашей команды за последние нескольких лет. А потом уже будем общаться подробнее от всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Другие, возможно, меня знают По фотографиям медведей подводных На Камчатке Которые тоже были и на этой выставке, и на других Кикер очень плохо работает Поэтому приходится с паузами Так, этот человек тоже здесь не случайно Очень увлекался в детстве Подводной ADC команды Кусто Конечно, никогда не думал, что в будущем Буду заниматься чем-то подобным И то, что у меня тоже будет команда Которая будет Отправляться в удивительные экспедиции И у нас тоже будут красные шапочки Это наша команда в Антарктиде В этом году мы на яхте Прошли огромное количество километров Вдоль побережья Антарктиды Ныряли... Что ж такое? Могли бы нам подсказать Верное направление для кликера Самое какое-то оптимальное Куда? Куда направлять? Куда направлять? Он не хочет работать Он не хочет работать Ну, какого-то определенного направления нет Поэтому... Можно назад Если вы переключаете, а не я Потому что я жму назад, а иду вперед Да, теперь вперед И мы ныряли в Антарктиде При температуре воды минус один градус Нырялись скитами И занимались много еще чем интересным Вперед тогда Кликер точно не будет работать, да? Назад Как неудобно А, ладно Вперед Да И то, что я вам рассказал Что очень важно Для какого-то фоторезультата Работать в команде Потому что именно за счет командных действий Получается иногда Получить удивительные кадры И... Многие фотографы предпочитают Работать поодиночке Но... Мой опыт показал, что именно Когда... Вот И... Наша команда уже очень большая Она, в принципе, степенно меняется Одни люди присоединяются И ездят с нами круглый год Другие... Раз в год Но не важно Но главное, что все эти люди Очень любят дикую природу И... Я нажал Ничего не происходит И отправляются с нами На встречу приключения По всему миру И... Как правило, это какие-то Водные экспедиции Но... Часто они... Мы взбираемся на вулканы Покоряем какие-то вулканы Действующие словами Озерами в Африке И так далее И так далее Но... Конечно же, больше всего Вы любят животных И... Самое... Интересное, конечно Это не просто получить Какую-то фотографию Не сфотографировать Медведик И так далее Самое интересное Это найти контакт с животным Когда... Становится... Получается с ним О чем-то пообщаться И... Мы... Становимся интересны Животным Гораздо больше Иногда, чем Они нам Я опять нажал Но... Ага Собственно, такие встречи Происходят, конечно, уже не каждый день Иногда приходится Проводить целый месяц В какой-то... В какой-то одной локации И ты ждешь, ждешь, ждешь Когда же вот случится Что-то интересное Невероятное Собственно Когда я начинал путешествовать Мне хотелось Поехать в какую-то Ну, я так и делал В какую-то необычную страну И посмотреть там Все, что только вот Написано в путеводителе Все, что рекомендуют Другие туристы Посмотреть все какие-то интересные Достопримечательности И природные И неприродные Вот Но в какой-то момент В 2015 году Я впервые попал на Камчатку И поехал туда волонтером На целых три месяца И... Не увидел ни долину гейзеров И еще многих мест Которые, вроде как Обязательно нужно увидеть На Камчатке Я провел полтора месяца Волонтером В проекте Ферок Фарестарк Раша Орган Проджект Который изучает коса Как на Дальнем Востоке И... Полтора месяца На Курильском озере В Карловском заповеднике Сфотографировали Медведей под водой И вот в тот момент Я понял, конечно Что... Для себя понял Что... Находясь в одном месте Целый месяц Ты можешь увидеть Гораздо больше Чем если ты весь этот месяц Будешь прыгать Из одной локации в другую И ты вроде бы все увидишь На самом деле Ты ничего не увидишь Не успеешь ничего прочувствовать Вот... А сидя на одном месте Вроде ты видишь Один и тот же вулкан Одних и тех же медведей Которые ходят вокруг тебя Каждый день Ты видишь Ты видишь Гораздо больше Потому что успеваешь Слиться с этим местом Прочувствовать его И тот же там вулкан Ты видишь В разную погоду И в дождь И в снег И в град И в солнце И те же медведи Они занимаются Совершенно разными вещами И за дня в день Вот и тогда Получается И увидеть Что-то необычное И уникальное Как правило И в том числе И сфотографировать Что-то необычное И уникальное Вот В частности Мы на целый месяц Отправились В наше Так называемое Секретное путешествие Когда мы вообще не говорим Куда мы летим Куда мы едем Даже наша команда Не знает куда мы едем Я придумываю место И люди узнают только в аэропорту Куда они отправляются Но они знали Что мы едем Нырять Как обычно с китами И вот это был тот случай Когда У нас в первый день Уже случилось Что-то удивительное И невероятное Семья пешелотов Нас приняла В себе И Так происходит Не каждый раз И ты часто Игнорируют И стараются вообще Не пересекаться с нами И тогда мы Естественно их быстро Оставляем в покое И не гоняемся за ними А в этот день Пешелоты Позволяли нам С ними находиться Рядом Весь день Чем там только не занимались И Обнимались Целовались Кормили дичёныши молоком И все это Буквально в нескольких метрах От нас И позволяли нам Присутствовать при этом Не знаю почему так происходит Но бывают такие дни И вот в этой экспедиции Это случилось уже в первый день И это было просто Потрясающе И нам казалось Что мы приехали в такое Невероятное место Что здесь так каждый день будет Ну конечно же так не было Потом Примерно две недели Мы выходили в море Но ничего подобного не видели А потом В конце месяца Под конец экспедиции Опять началось всё Нечто подобное Сайва фотографии тоже Раньше Я из путешествия Старался привести Как можно больше Красивых Классных кадров Сделать какой-то альбом Серию Вот Но Тоже со временем Пришло понимание Что Когда Ты После экспедиции Знаешь За каким кадром ты ехал Ты понимаешь Что это один единственный кадр Значит Экспедиция В плане фоторезультата Она удалась Вот Естественно Ты заранее не можешь Прогнозировать И запланировать какой-то кадр Потому что Животные И природа Они никогда не будут Делать то, что ты захочешь И Действовать по плану Всегда получается Что-то неожиданное Что ты не ожидал Вот Эта фотография Привёз как раз В Камчатке В 2015 году И понял, что я ехал Именно за ней Но естественно Предположить, что я её сделаю заранее Было невозможно А это фотография Которая я сделал уже В 2017 году На Камчатке Это касатка Причём До этого я много раз Фотографировал касаток В Норвегии Но в Норвегии Это сделать относительно несложно Там чистая прозрачная вода Пусть и холодная Пусть и короткий седовой день Потому что касатки приходят туда зимой Мне очень хотелось Фотографировать касатку в России И я пробовал это сделать На Камчатке три года подряд И только на третий год Мне это удалось И пусть фотография может быть не какая-то Такая очень красивая И уникальная Но Она мне очень дорога Потому что это вот Первая моя И вообще первая в мире Подводная фотография Касатки сделанная в России Вот А так можно сделать В Норвегии Если Повезёт Сегодня Помимо Рассказов о каких-то Своих экспедициях Которые проходили несколько лет назад В первую очередь Я конечно хочу поделиться Новостями Потому что Сезон только что закончен Но сезон в России Потому что Сезон в России короткий Это лето А потом наступает зима И фотографировать Уже практически Ничего невозможно В кедообразных точнох Вот И Первый рассказ сегодня будет Про Шантавские острова Редактор субтитров